Сегодня Реалия, обозримое будущее Это наш дорогой Блинкин Михаил Яковлевич Все правильно Все правильно Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники Ясинского семинара Вот я расскажу ровно про то, что здесь написано Ну, как скажете, пожалуйста Вот, расскажу ровно, что здесь написано Значит, за последние 400 лет форматы мобильности менялись совсем мало раз Вот сейчас меняется четвертый, называется Mobility 4.0 Самая ключевая институция, которая была бумажно зафиксирована в 7 веке до нашей эры Вот она здесь написана Самозахват общественного пространства запрещен Движущиеся транспортные средства важнее припаркованы В законе царя Синахириба это было записано совсем сурово Чья припаркованная колесница затруднит проезд по царской дороге Подлежит смертной казни Насаженная нагло голова казненного должна быть выставлена на фасады его дома Вот, значит, царская дорога это не то, что дорога, в которую ездил царь В современных понятиях магистральная дорога общего пользования И вот тут на схеме она есть, но я, к сожалению, не могу задерживаться Вот совсем современные книжки, она очень хорошая книжка Вот если кто здесь молодый, ее читать надо Вот, называется она «Город на краю» Вот этот дяденька, так сказать, он утверждал Очень такой известный ученый на этом поле, да? Парковка стала ключевым фактором, определяющим жизнь человека По крайней мере, начиная с 7 века до нашей эры И спустя 2700 лет парковка по-прежнему остается стержнем у бронизма и цивилизации Вопрос очень простой На техническом языке, это уже я говорю, а не Джоэль Гаро Сколько жителей, как таковых, вот нас с вами, да? И сколько жителей кентавров со своими экипажами Может вместить один дикар в городской территории без потерь качества жизни? Вопрос сохраняет ключевое значение от Mobility 1.0 Mobility 1.0, это вот когда Харон возил по реке Вот это Mobility 1.0, это вот начальная Mobility До Бралова нового мира, о котором я скажу в конце лекции Вот, значит, Mobility 2.0, это замечательный совершенно рубеж Кончается в Средневековье, начинается новое время, середина 17 века Подряд следуют два исторических события Сова сосновывает контору по найму четырехместных пассажирских карет И возникают все современные форматы, включая кар-шеринг Только робота не было, и этот автомобиль пригонял этот извозчик Который потом на задний облучок становился Самая фундаментальная вещь случается в 61-м году Блес Паскаль пишет письмо Герцогу Варуанье Организации движения регулярных пассажирских карет По заранее объявленным маршрутным расписанием Естеиным тарифом 5 СУ Он, поскольку был философ, теолог, математик, кто угодно Там вообще не упоминались ни лошади, вся эта фигня не упоминалась Исключительно общедоступная пассажирская карета В принципе, это формула изобретения общественного транспорта Которая действительно по сей день Там единственное, что меня очень огорчили коллеги Евгений Григорьевич Когда мне сказали, что 5 СУ в середине 17 века Это примерно 10 евро по-новому То есть это не было общедоступный транспорт Вот, значит, и, наконец, вот это вот Mobility 2.0 продолжается совершенно фундаментальным событием Уже не транспортным, а урбанистическим Это барон Осман делает реализацию идеи мобильного города И вот что такое, так сказать, самое Вот с конца 17 века и до начала 20-го формируется модель пешеходно-каретно-трамвайного города Очень симпатичная модель Mobility 3.0 И вот здесь очень важная штука Mobility 2.0, вот это для нас важнейшее На 10 горожан, на 1000 горожан хорошо, если десяток индивидуальных экипажей Потому что индивидуальный экипаж до фордовской эпохи Это карета, извозчик, это собственный каретный сарай, это собственная конюшня Это в городе просто физически не помещается Поэтому что во времена Синахириба, что в Петербурге 1900-го года Индивидуальных экипажей, собственных выездов Их мизерно мало Ни почему-либо, они физически не помещаются в городе А вот эта революция Форда На 1000 горожан приходится 800 автомобилей В рекорде Ну вот я был в городе Олбани, это столица штата Нью-Йорк Там сильно больше 900 автомобилей на 1000 жителей Убродского сказано, если бы здесь не делали детей, священник выкрестил автомобиль Вот значит, восьмой год Форд начинает массовое производство автомобиля Вот этого Форд Т-Черненького И возникает идея тотальной транспортной самодостаточности домохозяйства А в середине 20-го века Роберт Мозес перестраивает Нью-Йорк и задает стандарт автомобильного города Вот это мобилити 3.0 Значит, вот возникает очень симпатичный город Автомобилизация во всех странах мира растет некоторыми ураганными темпами Дойдя до отметки, скажем, в штатах 840 автомобилей на 1000 жителей Ну наши очень скромные, мы сейчас за 300 дошли Вот, значит, и самое главное распределение городского пространства В пешеходно-каретно-трамвайном городе Вся жизнь, связанная с передвижениями и хранением Это маленькая доля города В городе Роберта Мозеса Это большинство городов Канады, Америки, Австралии Город, строго говоря, поделен на три части Это черненькое, это там, где мы ездим Треть застроенной территории города асфальтирована Треть города отдана под все виды парковок И только треть остается для прочих надобностей Советская, вот, постсоветская модель, она еще забавнее Но они чуть позже Вот, теперь принципиальная вещь Как устроены города? Вот здесь, в логарифмической шкале Отложены население и территория самых разных городов мира Вот есть верхняя линия, американская, это просторные города Нижняя линия, красненькая, азиатская, там города очень тесные К счастью, европейские города очень разнообразные Они расположены по-разному, да? Так вот, на самом деле, здесь же то же самое отложено в других координатах Это просто сколько человек на, сколько горожан на гектар территории Вот просторные города, отлично транспортно освоенная территория И вот среди этих городов, вот, американского типа Ну, хорошо, если 20 человек на гектар, да? Есть совсем промежуточная стадия, это европейские города до 60 человек на гектар Есть азиатские города, куда идеально попадает Москва Сто и более, сто и более Это просторность городов лимитирована не пространством Вот все очень большие страны Оно лимитировано транспортно-освоенным пространством Итак, значит, можно ли город приспособить под огромное количество автомобилей? Ответ, да, можно Вот сколько угодно городов в мире, где автомобили практически столько, сколько людей Ответ, как это можно? Преобладающий тип застройки, это car-oriented development Ну, это попросту города, односемейные дома Где, самое главное, на горожане приходится больше квадратных метров, чем на один автомобиль Естественно, в центре города какие-то ограничения фискальные, административные надо вводить Но, в принципе, жить можно Кстати, самый свежий пример В январе одобрено, наконец, решение о платном въезде на остров Манхэттен Это было вчера, да Значит, адаптированный под автомобиль города Вот он, треть мы отдаем под асфальт Значит, конфигурация сети двухконтурная Дорога не улица, улица не дорога Вот этих гибридов или бисексуалов московского типа не может быть в рамках фортовской концепции Дорога, это там, где автомобиль Улица, где автомобиль, угнетенный класс, да Значит, и это... Но! Автомобильный город вполне функционален Ливилл-Сити, вот городом для жизни Его как-то аурбанисты не считают Но! Оценивать это в терминах «хорошо-плохо» Ну, я бы не стал Потому что, ну, вот в моей любимой книжке на эту тему написано Либерализм выходит из чистых наук Ничего не говорящих о том, что хорошо, что плохо Мы всего лишь выясняем, что существует в действительности Вот на тему того «хорошо-плохо» существует Замечательное совершенно, вот кто молодой, почитайте Дискуссия между Робертом Мозесом и Джейн Джекобс Это разрушение гуманитарных ценностей, пишет Джейн Джекобс Нифига отвечает Мозес, это реальный запрос общества Так вот, автомобильный... Эпоха Форда Мозеса нас обошла стороной И я не готов обсуждать хорошо, это плохо Автомобильный город по советскому типу Еще один феномен урбанистической истории Интересный, но очень печальный У нас есть СНИП, в котором мы все строились Много-много лет И я думаю, что этот СНИП Еще в студенческой юности Должен был быть на столе у нашего ведущего Вот, а в нем было черным по белому написано При расчете всего на свете Пропускной способности, парковочных, емкостей и так далее Мы должны быть рассчитаны на перспективный период Расчетный срок, мы говорили после построения коммунизма В то время, да? 150-180 автомобилей, это еще жителей Ну, в чем говорить, если в ладистовке 600 В Москве сильно за 400 Это, конечно, еще не американские цифры Но уже очень крутые И здесь самое главное, так сказать Ключевой параметр, от которого мы пляшем Сколько под застроенной территории Мы отдаем под Движение, под асфальт, да? Вот в современном документе United Nations Habitat написано Если меньше 30%, в городе будет плохо Так? Классики русской урбанистики В том числе Григорий Дмитриевич Дубелир Дубелир об этом знал в 1912 году В съезде в Америку он написал свои книжки 30% для средних условий Это было ровно за 100 лет до публикации United Nations Даже за 110 Вот, значит, теперь Вот этот ключевой параметр Это ключевой параметр В доавтомобильную эпоху Везде был порядка 10% В некоторых просторных городах, долго рассказывать Ну, чуть больше, да? Сегодня США, Канада, Австралия Это 30-35 Вся Европа Вокруг 25-ти плюс-минус Ну, скажем, в Большом Париже 25 А в Брюсселе там 20 Ну, везде порядка четверти В Азии и в российских городах 9-12% В Москве 9 Вот, значит Баланс спроса-предложения Диктуется тем Как у нас Вот это самое ЛАС Лайн-далокейтеду-стрит Соотносит с плотностью населения Уровень автомобилизации Плотность населения Диктуется у нас Плотной советской, многоэтажной, постсоветской Какой угодно плотной застройки Уровень автомобилизации Диктуется уровнем дохода Психологии автомобилистов первого поколения Совсем разными вещами В результате Вот у нас Это вот Красноярск Это у нас Торонто Вот можно даже, так сказать Не считать Видно на глазок Вот ключевая формула По которой баланс спроса-предложения Легко определяется Наверху стоит Лайн-далокейтеду-стрит Здесь стоит плотность населения Уровень автомобилизации И сколько автомобилей Одновременно выйдет на улицу Вот этот коэффициент Не должен смущать Потому что я квадратные метры Перевести там гектары, тысячи Ну это не имеет значения Вот физика, простая И вот результаты этой физики У меня на один автомобиль В каком-нибудь городе Бостоне Приходится 200 квадратных метров асфальта Даже в том случае Альфа-единица Если все автомобили Одновременно сойдут с ума И выйдут на улицу В городах Европы Эта цифра От 80 до 150 Где по-разному, да? В городах России 25 30 Ну 40 это рекорд Нет в бедных городах Просто автомобиля еще очень мало Вот на самом деле А дальше вот очень интересная физика Мы проедем мысленно На величину эквивалентного радиуса города С той скоростью Которая нам позволит плотность потока А плотность потока у нас диктуется тем Сколько на один автомобиль приходится Квадратных метров Вот Это довольно сложный расчет Используется Изменитую Модель General Motors Плотность Скорость Там всякая физика в этом сидит Но результат-то очень простой Мы либо Отдадим экстраординарную долю Городского пространства Под асфальт Либо отдадим экстраординарную Потерю времени Горожан Они в пробках у нас стоять будут Здесь я всегда цитирую Как будто Посейдон Пока мы здесь теряли время Растянул пространство Закон сохранения Ну если вот пространство растянуть То время потерять Ничего с этим не сделаешь Это физика Да И дальше еще вопрос Уже не физики А чисто социальные дела У нас с вами автомобиль Для того чтобы припарковаться В паркинге Со свободным въездом Выездом Без робота Да Должен занимать по московским нормам 40 квадратных метров Нет Он сам занимает гораздо меньше места Но ему надо место въехать-выехать Так По американским нормам 400 квадратных фитов То есть 37 квадратных метров Что в лоб Что в полбу Да Но На одного американца Канадца Австралийца Приходится порядка 80 квадратных метров Общей площади То есть вдвое больше Чем на автомобиль На одного москвича Вообще Жителя российского города Приходится 20 квадратных метров То есть вдвое меньше Чем на автомобиль И поэтому там получается Еще такую штуку Мало того что негде ездить Негде ездить Еще и негде стоять Потому что Вот американец получил Свой автомобиль Одновременно с собственной Испанией А мы К сожалению Получили свои автомобили Продоживая в полной тесноте Вот здесь простой очень расчет Что если У нас в самом простом домике 12-этажном Будет один автомобиль на троих То есть это меньше чем в Москве Нам в 12-этажном дому Придется строить Восьмиэтажный Подземный паркинг Что никто в мире Никогда не делал Поэтому автомобили У нас будут стоять вот так Это очень простая физика На эту тему Я вот студентам говорю Как это посчитать И так далее Вот очень простая физика Значит Города автомобили Города Невозможно Адаптировать Масса автомобилизации Так что нам раньше всех Придется встраиваться В модель будущего То есть Мобилити 4.0 Что такое Мобилити 4.0 Идея номер один Это фундаментальная идея Выдвинутая Элленом Уолтерсом Это такой Ну очень знаменитый Экономист Очень знаменитый Да Вот его фраза Которая стала Враговом народа Для всей либеральной общественности Ведение непосредственной платы За пользование дорогами Road pricing Это называется Приводит к росту Национального дохода Несмотря на всеобщее убеждение В том Что дороги являются Общим благом Потому что То что они являются Общим благом Написано даже В современных учебниках По экономике Издания 2017 года Да Вот В 64 году Произошло фундаментальное Совершенно событие Когда эту идею Не менее знаменитый Но он урбанист был Уже не экономист Робен Смит В правительственном докладе Он ее Как директиву Предложил это сделать И вот реакция Общественности Была такова Даю обет Писал Алекс Дуглас Хюм Что если меня Хоть когда-нибудь Еще раз заберут премьера Мы никогда не станем Заказывать доклады Наподобие этого То есть это все Вот недавно 64 год Теперь Теперь Как только у нас Мы вышли Цифровой век Road pricing Это общее место С многочисленными Практическими применениями В формате И road pricing Electronic road pricing Со всякими гаджетами Это очень теперь легко И в общем понятно Вторая идея Mobility as a service Mobility as a service Mobility as a service То есть не имущество А совокупность сервисов Идея номер три Информация везде Цифровизация традиционных услуг Общественного транспорта На базе мобильных приложений Уберизация таксомоторных сервисов Идея номер четыре Right of way Комфорт пешехода важнее В автомобильной поездке Общественный транспорт Не социальный сервис Для бедных и убогих А краеугольный камень И наконец Разделенная sharing economy Это актуальные форматы Типа car sharing Right sharing И так далее Кстати, тут еще и перспективные форматы Когда в это еще впишется Self-driving Автовождение Мобильность Pascal Становится более индивидуализированной Мобильность Ford Более кооперационной Теперь Вот этот прогноз Количество автомобилей На тысячу жителей Оно было нулевым Ну, 10 штучек До 900 года Оно жутко росло В следующие 100 лет Сейчас по всем Это консенсус прогноз Будет вот так падать Росло Дошло До десятых годов До уровня Бог весь за 600 Сейчас будет падать Вот, значит Проблема России в том Я теперь закончу Уже близко Проблема России в том Что у нас Не то, что road pricing У нас дорог-то нет Вот здесь классификатор Географический В духе Энгеля Это вот у нас географ сидит У меня оппонент главный Вот, значит Вот Географический классификатор Мы просто в африканском кластере Европейская часть России Чуть лучше Между Бразилией и ЮАР Так Вот Макроэкономический кластер Здесь очень красивая Такая кривая Баллы Качество автомобилей На дорожной сети По Это вот каждый год Выпускает Всемирноэкономический форум Рейтинг Ну, по массе-массе показателей Вот это качество дорог А это здесь Количество Ну Среднедушевой доход В международных долларах Да? Идеально Больше 90% Квадрат Кривая Отстаем на два лапки То есть И по географическому признаку И по макроэкономическому У нас просто нет дороги Объективный факт Да? Вот Значит Дальше Ну, соответственно Просторность городов Определяется Абсолютно Нить Размерами национальной территории С территорией хватает Дорожное отсвоение Ну, у нас Неосвоенная территория Соответственно Городная Жутко тесная У нас просто нет выбора Вот Хороша парадигма Мозиса Плоха Она мне очень нравится Да? Городам она физически неприменима У нас жесткая политика Морковка Стекен карат Ничего другого Иначе Вот градуса городской среды А дальше Вот здесь Одно из последних соображений Политики популисты И многие такие вот эксперты И так далее Чего мудрить? Мы платим налоги Пусть нам городская власть Построит дороги и парковки Ответ Во-первых Физически невозможно Вот перейти из этой Вот 0,8 Что у нас есть Хотя бы в 0,25 Что есть в Европе Нам надо на территории Москвы Разместить 50 новых МКАД Это просто в квадратных метрах Это просто считается в лоб Да? Ну давайте сносить город Вот Вторая вещь Платим ли мы? Вот есть стандартное соотношение Между платежами пользователей И затратами на дорогу Но вот в Москве Она составляет 20% Это просто мировой рекорд Фрирайдерства Конкретный мировой рекорд Потому что в американских городах Порядка единицы А там у немцев Это вообще ужас Платежи гораздо больше Чем они платят Платежи пользователей Гораздо больше Чем город Земля Регион Федеральное правительство Тратит на дороги Да? Значит Ну вот Как бы сказать Ну не платите Вы и останетесь без дорог Что делать? Слом феномена фрирайдерства Слом феномена фрирайдерства Четкое разделение Платежных обязательств Кто за что ездит Кто за что платит Highway users must pay their way Это спичрайтеры Эйзенхауэра записали в 55 году Я был тогда Хороший был мальчик Я был в четвертом классе Да Первый неотложный этап Вот систему Ее род фрайсинг В Москве Да технически По количеству Аппаратуры В городе Да хоть с 1 января Вот Значит Современный сингапурский опыт Кончаю Самый радикальный Со времен царя Сахартицина Хириба В нем можно увидеть Многое из нашего будущего Это Викол Квота Систом Это варварская Совершенно штука Что я мог купить автомобиль Только после того Как я приобрел Ваучер на городском аукционе Ваучер По словам Вот моего доброго знакомого Господина Сингха Который у них начальник Транспортного цеха Стоит примерно Три салонные цены И конечно Электроник Роуд прайсинг Каждый километр Посвященный земле Сингапура Большой брат считает Тарифицирует Тарифицирует Очень тонким образом С помощью Пошлин Викри Это знаменитая работа Нобелевского лауреата Написанная в начале 60-х годов Тогда это была фантастика Потому что инженерной реализации Не могло быть Чисто математическое упражнение Да Теперь это все Запаяно Делается Вот значит Это мемориальная доска Которую я сфотографировал Ровно на том месте Как был Блез Паскаль Точнее он уже умер В этом время В 62-м году он умер Там был открыт Первый его маршрут Вот В честь Блеза Паскаля Вот И цифровой век Господа Вот это ответ Я старался уложиться в регламент Я очень быстро рассказывал Спасибо Уложился? Да Ну видите Я очень старался Спасибо О! Тогда, так сказать, я немножко вернусь Тогда я немножко вернусь Я тратился уже ураганом Я вернусь к одной простой вещи Я вернусь вот к этой идее Вот к этой идее Что такое мобилити Что такое мобилити 4-м Это, во-первых, платежные обязательства Во-первых, платежные обязательства Халява кончилась Представление о том, что я такая хорошая Я такой хороший Я купил автомобиль И я в нем буду ездить по городу Вот эта идея была похоронена Не в наших тесных городах А в Великобритании Где соотношение асфальта автомобиля Вполне приличное Даже сегодня Вот Причем она была похоронена Не какими-то популистами А первоклассными экономистами Об этом думали И замечательные работы на эту тему И так далее То есть Это не есть легкая импровизация Вот Это не есть То, что это было Оторжение со стороны общественности Ну, это такая штука неизбежная Дальше Мобильность как услуга Это фундаментальная вещь Которая по мере того Как мы овладеваем такими штуками Как каршеринг Или вот эти самые IT-сервисы Вот эти Яндексы, там Убер и так далее Это уже горожане понимают Что зачем мне это имущество Которое у меня 22 часа в сутки Стоит где-нибудь Да Когда я могу то же самое сделать Как сервис Так Информатизация Тотальная Потому что О том Как ходят Кареты Паскаля Это делалось очень просто Каждые четверть часа Иначе откуда мы будем сдать расписание Теперь я расписание Если я не ленивый Оно у меня скачено Так Соответственно Все вот эти самые Уберизация Этот вал Который вообще Мы никуда не денемся Четвертая идея Она Жестокая Не без Идейной поддержки Моего скромного института Она потихонечку Начинает реализовываться В Москве Вызывая гнев Всех моих автомобильных друзей Без исключения Зачем вы изуродовали Мясницкую Сделали такие широкие тротуары Я говорю Хотя бы для того Чтобы у нас студенты В хорошую погоду Могли выйти сюда И не попасть под машину Вот значит И конечно Отношение к общественному транспорту Которое вот В рамках Скажем Доктория Музеса Это специфический Социальный сервис Для уязвимых Союз населения Противоположная Концепция Немецкая В духе белой книги Написанной В середине 60-х годов Что это Краугольниками Немецкая концепция Победила Ну в общем Не подключена Интеллектальная причина Просто тесно стало И конечно Идея разделенной Экономики Которая здесь Фундаментальная Вот это собственно И есть Мобилити 4.0 Опять же Не хочу говорить Не могу говорить Хорошо это или плохо Потому что Мне например Старому автомобилисту В Бостоне Нравится больше Но простите Вот есть параметры Планировочные параметры города Я при всем желании Не могу влить 5 литров воды В трехлитровую банку Вот часть этой воды Будет на земле Вот эта грязь Называется заторами Вот к сожалению Это так То есть опять же Я подчеркиваю Что дело не в моих Личных вкусах Не в личных вкусах Моих Ну вот коллег По институту И так далее Это некоторая Объективная реальность Вот Ну Потихонечку Эту реальность Понимают Какие-то городские власти Иногда нас слушают Ну вот я использовал Еще несколько минут Спасибо Спасибо большое Три вопроса Кто желает Тогда Хорошо Спасибо Работа Катаев Михаил Яковлевич Вот представим себе Что полностью убрали Личные автомобили Из города Хватит московского пространства Для достаточного Общественного транспорта Отвечай Ни в одной Даже футуристической концепции Так вопрос просто не стоит Москва Вот по своим Планировочным параметрам Спокойно вместит Ну скажем там 100 автомобилей На 1000 жителей Только другое дело Что в этом Бравом новом мире Большинство этих автомобилей Будет использоваться В рамках шеринговой экономики То есть это вот Скорее всего Это Думать 10 лет Не больше Вот Это форматы каршеринга Тем более что Не сегодня Так завтра Каршеринг Приобретет замечательную штуку Я сегодня могу Каршеринг Это вот кто не пользовался В Москве это уже есть Я нашел Где у меня автомобиль Вот у меня Это самое приложение Так Я его нашел Я подошел к нему пешочком Ставил карту ключ Он проверил свой и чужой Есть деньги Нет денег Я поехал И оставил его где хочу Этот вот формат Он уже в Москве есть А завтра Это есть абсолютно У всех Этих самых Приличных автоконцертного Немецких и японских Уже есть Физически Это штука У меня уже ездил На такой штуке Я нажимаю еще одну кнопку В этом приложении Он ко мне приезжает Ему надо проехать Вот он стоит Где-нибудь здесь На Славянской площади Чтобы мне не идти пешком Он ко мне сам приедет Это есть у немцев Есть у японцев Вот в рамках такой Вот ширина Экономики Совместного потребления И вот современных Айти сервисов Да Вот столько машин Которые вообще 22 часа в сутки стоят Нафиг никому не нужно Но без личных автомобилей Такого города не будет А для общественного транспорта Тогда заведомо все хватит Я уже понял Да нет Да нет Вообще вот такого тотальности Что мы вернемся К десяти экипажам Вот для царского двора Ну нет Такого не будет конечно Там никакого экстремизма Это вот такие вот Я уже понял Что мне дико повезло В свое время Когда Когда Только что Брали советскую власть И бедный Советский народ Или русский народ Стал Так сказать Приобретать средства Передвижения Значит Был такой момент Когда Такие Легко было Купить автомобили Ездили Еще место было И так далее Потом раз Это довольно быстро Все прошло И Появились другие проблемы Я вспомнил Как Я приехал В 1984 году В Швейцарии И стал своих Хозяев Расспрашивать Какая Самая тяжелая Проблема В вашей стране При этом Я Имел Ввиду То обстоятельство Что по сравнению С нашими тяжелыми Проблемами Здесь все хорошо Здесь ничего плохого Быть не может Знаете что он мне ответил Паркинг Это чистая правда Вот я в свое время Переводил стишок Из автомобильного Сайта Канадского Значит Здесь лежит Городской обыватель Достижения Его неизвестны Жизнь пустую Бедняга Потратился Для парковки Искал себе место По английски Это звучит Еще лучше Но у меня Плохое произношение Скажите пожалуйста Все таки ваше мнение Это все таки Строительство дорог Должно финансироваться Из бюджетов Федерального И региональных Либо Это все таки Должны быть частные инвестиции И как следствие Платные дороги Отвечаю Отвечаю На самом деле Это очень Очень поучительная история Потому что Когда появился Первый автомобиль Массовый уже Не штучный А в сотнях тысяч Миллионах Возникла Вопрос Как финансировать Их лежбище Их зону существования Вот Значит Был придуман Механизм Это начал Где-то Второй десятилетие 20 века Вот Был придуман Механизм Что все покупают Там бензин Или солярку И мы заложим В цену Моторных топлив Роудмани Поскольку Собрать такой налог Может только Государство Это стало Государственным делом Да Но Исторически Сохранилось Название Американского Дорожного фонда Он называется Траст Он Это Даже формально Там в титуле Написано Что вот Американские Автовладельцы Вот Их там Ну очень много Да 230 миллионов Они отдают В траст Эти деньги Правительству Чтобы правительство Строило дороги И это связано Только с тем Что по-другому Нельзя собрать Как только У нас возникают Вот все эти Возможности Айти Вот Мы наблюдаем Над всем на свете Да Информация Всюду И уже сейчас Реально Осуществляется Переход На Формальную Такую Называется Pay as you go tax Сколько едешь Сколько платишь Да В рамках Такой модели Когда у меня Каждый участок Дороги Генерит Доход Мечта Всех Либертарианцев Забрать У государства Этот сектор Это же не социалка Это же не война Обычный бизнес Да Вот мечта Либертарианцев В течение Ближайших 10-15 лет Осуществиться Понятие Платные Бесплатные Дороги Умрет Завтра Потому что Как только У меня Вот так же Как в Сингапуре Большой брат Наблюдает За моим пробегом И считает Сколько копеечек У меня В затор Сколько В свободных Условах Сколько На хайвее Сколько В переулочке Да А зачем Мне государство Как сборщик Налогов Но сейчас Вот пока Мы не перешли К этому Светлому Будущему Никто Еще Другого Не придумал Да Есть частные Инвестиции Есть Платные Дороги В общем Бесплатных Дорог Нет Мы Так или Иначе За это Заплатили Спасибо Еще Пожалуйста Скажите Несколько Слов О грузовом Транспорте В городе Вот Это Платон Это Платон Это Дорог Да Это Трасса Маккор Это Обычно Аккор И так далее Но как Вы считаете Все-таки Дороговой Транспорт Работу Выполнение Нет Значит Во-первых Пророговой Транспорт Значит В Социалистической Москве С мощнейшей Промышленностью Ну Москва Была Промышленным Городом Всю Транспортную Работу От Развоза Картошки И хлеба До Комплектации Больших Советских Заводов Выполняла 80 тысяч Грозовых Автомобилей Сегодня Их только В легальном Обороте 400 тысяч И В реальности Конечно Больше полумиллиона Да Вот Здесь Есть Огромный Простор Действий Бизнес Это сделает Без всякого Государства И так далее Уберизация Этого сегмента Бизнеса И вот Бешеное Это количество Автомобилей Связано С абсолютно Неадекватной Организацией Процесса Сильно будет сокращаться Теперь по поводу Платона По поводу Платона Я написал в свое время В Снове заметку За которую Меня очень ругали Вот Значит Платон Вещь Она выполнена Ровно в меру того Как Цукерберг Отличается от Тортенберга То есть Как электронная штука Выполнена не очень хорошо Но По Экономической логике Она Сто процентно Правильна Потому что Разрушающее Воздействие На дорожную Конструкцию Вот на это Перо По которому Мы ездим Разрушающее Воздействие Пропорциональной Четвертой Степени Осевой Нагрузки В результате Конфликта Дорожников И транспортников Это дело Было поручено Американской Администрации Ассоциация Дорожных Транспортных Организаций Штатов Это было Поручено Несколько Очень серьезным Университетом Нормальные Физические Эксперименты Аккуратный Счет Пропорциональной Четвертой Степени Вот Осевая Нагрузка Моего Автомобиля Он стоит Вот здесь В парковке Она Полтонны А у Этих Ребят Пять Тон Значит Разница Между нашим Разрушающим Воздействием Десять Четвертой Степени Почему Должно Бесплатно Эту Логику Первую Стали пропагандировать Немцы Потом все на свете И так далее То есть Идея Платона Абсолютно правильная Абсолютно правильная Реализация У нас Много чего Плохо реализуется Спасибо Ну хватит Тогда Я прошел Сергей Анатольевич Тарков Можно Здесь Вы готовили Сюда Скажите Пожалуйста Десять Десять Уфу Ну ладно Начинаю Мало Нет Я тогда Сокращу Дело в том Что я Ознакомился С докладом Михаила Яковлевича И конечно Сильно Очень возбудился И написал Целую Огромную Так Я не знаю Как это работает Помогите мне Я не могу Открыть Я Целую Огромную Презентацию Но так как Времени Мало Я просто Тогда Начну С Самого Там У меня Много Про автомобилизацию Написано Ну ладно Не работает Сейчас Секундочку Заработал Хорошо Пока Сергей Берет в руки Я Двухслав Скажу Что Профессор Тархов Автор Очень знаменитых Книжек По морфологии Транспортных Сетей Но вот Если здесь Есть молодая Аудитория Это увлекательнейшее Чтение И Поскольку Я с ним еще работал Как редактор Он очень жесткий Регат Ругаться будет Сто процентов Нет Я ругаться не буду Потому что Я пропущу Очень многие вещи Прошло время Большие очень различия Между территориями В некоторых регионах Одной и той же страны Уровень автомобилизации Очень высокий Например Приморский край Он на европейском уровне А Чечня Например Только 170 машин Вот И конечно Это все вызывает Города Не резиновые Автомобили В 5 раз больше Чем город Может совместить Поэтому возникает Масса проблем Загрязнения Пробки И надо как-то С этим бороться Вот И конечно Есть всякие средства Но пробки И были еще Даже когда были кареты Вот у меня снимок Парижа 20-х годов Пробки были всегда Некоторые экономисты Обсчитывают Какой ущерб От пробок бывает Вот я нашел Разные цифры В разных источниках Например Вы видите Саму цифру Какие ущербы Просто от одних пробок От стояния у них И масса других Еще посредствий Ну тут картинок Я подобрал Есть разные способы Измерения пробочности Вот Ну время простоев Одной машины Измеряется обычно В году Сколько часов стоим И есть еще там Доля Значит Если вы едете без пробок И едете в пробках Сколько вы время теряете Два разных И еще есть Денежные тоже выражения Ну вот Я собрал Правда очень древние цифры Ну вы видите Это правда 2010 год Москва наверное Уже получше ситуация Ну видите Нашел динамику по Лондону Там сокращается То есть Каждый водитель В год проводит Столько часов автомобиля В пробках Ну и некоторые города Получше ситуация Вы видите Лос-Анджелес Хьюстон Там Нью-Йорк Еще меньше Вот Такие вот Ну и есть этот том-том Который считает проценты Конечно раньше Москва занимала Первое место Но сейчас К счастью Ну вы сами видите Собственными глазами Мы съехали уже На почетное Тринадцатое место Так что уже Не первое место Занимаем По Но тем не менее В общем Все равно Это все Мы Чувствуем На своей шкуре Ну есть Разные расчеты Ущербов Вы видите Разные цифры Вот для США Там Американец Тратит 818 Если перевести Один час Рабочего времени На час Стояния в пробке Это легко Очень посчитать Ущербы все Они легко считаются Вот Вот я нашел По Нью-Йорку Тоже вы видите Сколько теряется Времени Там еще косвенные Всякие расходы Получаются Но 5 миллиардов долларов Это в общем Для города Нью-Йорка Это в общем Ну так кусается Сильно очень Ну нашел По Британии Какие ущербы По Германии Ну в Германии 10 евро Такая средняя Час стоит Рабочего времени Во Франции 8 евро Поэтому все Можно пересчитать Цифры ужасные Если все это пересчитать Ну это я пропущу Значит Автомобилизация Это тупик Ничего нету Есть разные средства Сейчас я просто Обзор дам этих средств А потом главное Это касторка Я так на лекциях Называю это средства То что Михаил Яковлевич Как раз и говорил Это касторка Конечно Правда студенты Не знают сейчас Что такое касторка Потому что У них другие уже Препараты используются Значит Сооружение Высокоскоростных Автострад Путепроводов Всяких Это тупик Потому что Чем вы больше Дорог строите Тем они больше Загружаются Пробки еще больше Делаются Но это знаменитый Парадокс Брайса Это как следствие Вот Строитель скоростного Рельсового транспорта Это спасение Действительно Во многих городах Сейчас это делается Это и очень эффективный Способ лечения больного Вот например В Париже За последние 20 лет Построено 115 километров Скоростных Трамвайных линий В основном Пригородах И я даже Вот был на конференции В 2013 году Когда собирались Транспортники Подошел к парижанам И сказали Мы когда проложим Новую скоростную Линию трамвая Сразу притягивается Жилье И как мультипликатор Начинает Это просто как Магнит Примагничивается У нас была пустая Этот Бульвар Марышо Это знаменитый Бульвар маршалов Который по кругу Он у нас превратился Просто к нему Все притянулось Трамвай этот Скоростной Притянул Многие виды деятельности Ну вот как выглядит В Чунцине В Китае Например Правда его потом Посадили Местный мэр Придумал две линии Монорельсового транспорта 64 километра Две линии Медленно ходящие Но быстрее Чем езда в пробках Вот Значит В некоторых городах Поменьше Можно скоростной автобус На выделенных полосах Но в больших городах Эта конструкция не работает Только в городах Такого среднего порядка Ну вот Куретибы знаменитые Это первые кто делал Богота Потом Многие города Например Гуанчжоу Одна линия Это самая загруженная в мире 850 тысяч человек в день переводится Теми скоростными автобусами Как метро Там все платите заранее Просто автобусы Каждые 30 секунд идут Ну вот в Стамбуле То же самое Через мост Из Европы В Азию Можно за 15 минут Пересечь Карпуллинг Это Ну это конечно Нам не годится Потому что для этого Нужны специальные полосы Для У нас дороги Вы сами понимаете Какие у нас дороги Вот Так что карпуллинг Это американская штука Нам не подходит Видите полоса слева Это вот такой значок Значит Если у вас два пассажира и больше Вы пользуетесь таким Интеллектуальные транспортные системы То есть датчики Ну Смарт-сити В общем-то Ну нам это еще не скоро В больших городах Москва Мне кажется Это почти невозможно В каких-то городах Может быть это и возможно Парк-энд-райт Перехватывающие парковки На окраинах Пересаживайтесь на линии метро На скоростной трамвай Попадаете в центр Американская штука тоже Ну она у нас не очень работает Ну А? Потому что Ну У нас их просто нету Кис-энд-райт Это вообще американская вещь Это когда жена целует мужа Который садится в электричку Из машины И едет в центр города Вот Ну телекомьютинг Это когда работают Просто дома Или рядом с домом В каких-то центрах Информационных Ну нам еще до этого Конечно далеко Есть разные другие средства Вот Там Ну Значит Ну ничего не делание Это конечно классический способ Это самый лучший способ Вот Ну Смарт-сити Повторяю пока Это фантастика Хотя Может быть В каких-то частях Может быть В каких-то кварталах Это возможно Но в гигантских городах Таких как Москва Это невозможно Потому что структура Уже сложилась Пространство Но ее невозможно Поменять Вот Ну Разные фантастики Тут Давайте пропустим Все эти парковки Значит Ну вот У меня главное В принципе Михаил Яковлевич Мне навеял эту идею На самом деле Я его не оппонирую А поддерживаю Значит Единственное средство Разумного управления Неуправляемые Нежелающими Несоблюдающими Это просто Жестко действующие штрафы Это знаменитая история С собачьими фекалиями Когда боролись Боролись Парижа А потом подняли Просто налог Значит Платите 400 евро И второй раз Уже просто подберете сами Вот видите цифры какие За то что вы не убираете Собачьи фекалии Вот А повторные штрафы Очень большие Тысячи фунтов Например Британия И надо таким же путем Идти и с этим делом Потому что Это налог на пробки То что говорил Михаил Яковлевич Congestion charge Или congestion pricing Это зависит от British English American Это неважно В тех частях Где автомобилей Очень много Из-за парковки Разные всякие Тоже меняющиеся Цены Но я тут просто Обзор даю Чтобы вы представили Что такое Сингапур Сингапур Эта система Введена в 98 году Вот такие порталы стоят Они сканируют Ваши штрих-коды На автомобилях Все это внесено В электронную систему И там в зависимости От времени суток Тарифы пляшут Во все стороны Ну в общем Вам приходит Замечательно Ну если вы все У вас на карточке Все эти деньги есть Вы все это Оплачиваете моментально Но если вы что-то Не оплатили Ну 15 сингапурских долларов Это больше чем Американские доллары Все-таки А значит Вы тогда платите Что вы платите Штраф Сингапур Если вы его не уплачиваете Тысячу А потом в тюрьму На месяц Вот В Сингапуре Очень все просто Как парен и репа Лондоне тоже Мучились Мучились Ну решили Вот ввести Тоже такое же Сначала центральные части А потом Добавили еще Вест энд Ну сначала было 5 фунтов Потом видите 8-10 Ну вот скоро будет Уже 20 фунтов 12 сегодня Вот Ну у меня написано 11.50 Еще налог Не забывайте Везде наши налоги есть Ну в общем Очень жадные лондонцы Конечно пересаживаются На метро И на Пригородные железные дороги В Лондоне Работают прекрасно Совершенно Можно жить 40 километров от города Через 20 минут Быть в сити просто Значит вот красным Покрашена первая зона А вторая зона Добавилась чуть-чуть позже Ну тут у меня Всякие цифры написаны И в общем Вот видите Какие результаты Водители заплатили За 150 фунтов Миллионов фунтов За вот Право въезд в город Ну и штрафы Штрафы тоже там веселенькие Там 130 фунтов Если вы не заплатили Вовремя Стокгольм пошел Ну очень скромные цены Въезжаете в центр Платить И выезжаете платить Не только въезжаете Но еще и выезжаете Ну вот я вам сейчас покажу Просто прайс-лист И вы поймете От потока Все Ну в соседнем Гетеборге Такую же систему Гетеборг Очень маленький город Милане Всего 5 евро Въехать в центр Ну кто был в Милане Знает что такое Центр Милана Там вообще ничего не двигается И Нью-Йорк Ну в Нью-Йорке Мосты всегда И туннели Были всегда платными Ну вот Тут попытки были Ну вот видите Как раз платные Гейтс Это и в туннель Один В 2007-2008 году Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг Попытался Ввести эту платную систему 8 долларов Для легковых И 21 для грузовых Население Восстало жутко Ну вот в конце 2017 года Новый мэр Все-таки добился И в общем Вот это вот 60-я улица И все что Южнее от нее До Беттери Парк То есть Весь Миттаун И весь Даунтаун Теперь платный Вот Значит Легковая Ну там Налог не забывайте 8,8% В каждом штате Свой налог На добавленную стоимость Поэтому Грузовики Приблизительно 25 Вот Въезжают Легковушки Платят 12 А такси От 2 до 5 В зависимости от зоны Ну есть автострады На Манхэттене Которые бесплатные Все-таки Особенно вдоль Реки Истривер И вдоль Ну это уже Такие карикатуры Я нашел Нью-Йорк Таймс Вот значит Видите Ну Михаил Яковлевич В разговоре Мне сказал Что уже ввели Я просто Смотрел Нью-Йорк Таймс Там было Вот мы сейчас Ведем Ведем Но ничего не было написано Реакция жуткая То есть Все американцы Против этого Ну и вот Даже такая карикатура Значит Это мэр города Запихивает Не в автомобиле А в метро Те кто уже Не может воспользоваться От жадности Значит С собственным автомобилем Ну и в общем В Нидерландах Тоже введена система На каждом автомобиле Стоит Соответственно GPS И он просто Автоматически Передает в систему И вам приходит Потом На транспортный налог Сколько проехали Километров Столько и платите Дорогие И поэтому Ну тут деваться Уже некуда Когда автомобили Больше чем Городского пространства Вы должны просто Платить За то что Вы едете На собственном автомобиле А в общественном транспорте Вы Ну платите Ну другую Совсем сумму Вот Главная идея Что действительно Нам скоро Придется платить Так что я поддерживаю Михаила Яковлевича Ну критиковать его Чего критиковать Мы как бы К одному и тому же пришли Я как дискутант Потому что идеологически Мы конечно же В общем работали Над одними и теми же документами И так далее И все находимся На одной точке Но я хотел бы Сконцентрироваться На тех проблемах С которыми Мы можем столкнуться При продвижении Вот этих идей В направлении Их реализации Ну во-первых Как Михаила Яковлевич сказал Масса технологических решений Изменяют понятие мобильности Возникает нового типа автомобиль Этот автомобиль едет сам И он не твой А как бы в неком коллективном пользовании Так вот то что он едет сам Может на самом деле Принципиально изменить Восприятие автомобиля Как такового Вот уже например Я автомобиль из Заядла Я не пользуюсь Общественным транспортом Потому что я в автомобиле Просто работаю Я все звонки совершаю в автомобиле Это очень удобно Ты едешь Со всеми поговорил Приезжаешь в офис И уже не тратишь на это время Как только автомобиль будет Сам ко мне подъезжать Я не должен вообще Не могу Не обязательно Мне нужно концентрироваться На вождении Я могу выполнять в автомобиле Часть функций Которые я могу сейчас Выполнять в офисе Ничего страшного Что я буду стоять в пробке В этой связи Это первый такой Как бы ну вот вопрос Да Так ли очевидно То что Стояние в пробке Это а плохо Особенно если это будет Электромобиль Да то есть он не будет Задавать какое-то Негативное воздействие На окружающую среду И так далее Второе Значит 150 миллионов фунтов Собрали лондонцы По словам Сергея Александровича Сергея Анатольевича Простите За вот Въезд в город Если мы пересчитаем Это в рубли А потом В километр дорог Который на это можно Поставить Это 5 километров дороги Это очень маленькие деньги На которые не произведешь Никакую модернизацию Транспортной системы Даже близко То есть Даже в Лондоне С их высокими доходами Мы понимаем Что вот этот порог Того сколько можно Собрать денег И вот этих денег Никогда не хватит На то чтобы сделать Радикальное изменение В транспорте И запустить Даже нормальный Общественный транспорт Это отвечает на ваш вопрос Хватает ли этих денег Сплатности На то чтобы Поэтому я стою на позиции Что в ближайшие Наверное там лет 50 По крайней мере Пока мы не видим Каких-то других Радикальных Технологических прорывов Дороги окажутся Останутся публичным благом Потому что просто Население не готово За них платить Столько чтобы Хватало на их Качественное улучшение Второе Далеко не для всех городов Надо понимать Актуально то О чем сейчас говорилось Значит Ну если мы возьмем Российские города Мы проводим В городах Мониторинг пробок И измеряем Их способом номер два По Сергею Анатольевичу То есть превышение Времени в пути Без пробок С пробками над Времени в пути Без пробок И вот у нас там 25 городов Они в общем более-менее крупные Это города от 500 тысяч Населения То есть это все Уже более-менее крупные города И даже в этой Когорте городов Есть очень большие различия Ну например В Ульяновске Превышения почти нет Ну так город спланирует В Уфе Превышение очень маленькое В один на четыре раза В сопоставимой с Уфой Екатеринбурге В два и шесть раз То есть планировка городов Она играет ключевую роль При выборе той Уникальной модели Которая всегда должна быть На самом деле Настраиваться индивидуально Под параметры города Вот хорошо спланирована Челябинская Уфа С широкими дорогами С более-менее Плотной сетью С существенно большим коэффициентом Возможно и не надо Вгонять горожан В тот дискомфорт Которых мэр Нью-Йорк Вгоняет По крайней мере сейчас И вот этот подход Который у нас очень часто Любят применять Унифицированный Немножко Хотелось бы здесь Сделать оговорки Потому что Конечно Все вот эти вещи Связанные с общественным транспортом И road pricing Pay the go tax Это все должно быть характерно Только для тех Должно применяться Только для тех городов Где есть реальные проблемы Такие А они не везде существуют Ну и конечно Если мы говорим про города Северные Маленькие Нарьянмары Петропавловский Камчатский Там просто возникают Специфические условия Когда это все должно Преломляться Просто сквозь природу И так далее Ну и И наконец Хотелось бы Вот как бы здесь Все что говорилось Говорилось про то Что транспорт делает Для города Возможно на эту проблему Взглянуть с другой точки зрения И поговорить о том Что город может сделать Для транспорта Потому что С точки зрения Изменения процессов Поведенческих В городе И планировочных Это тоже Шаг навстречу Решению этой проблемы Что можно делать Со стороны планировки Первое Это децентрализация Рабочих мест Ну в принципе Москва Как-то начинает Во-первых Это естественный процесс По мере развития города Возникает процесс Субурбанизации То есть Выкатывание Городского образа жизни В пригород Не только с точки зрения Жилья Коттеджные поселки Да Но также с точки зрения Офисов Вот в том же самом Лондоне Примерно Значит 16% населения Пригородной зоны Большого Лондона Работает в Лондоне И примерно 10% населения Большого Ядра Лондона Работает в пригородных зонах В Москве 24% населения Московской области Работает в Москве И 4% населения Работает в области Да То есть Вот эти вот чаши весов Их можно выравнивать Это политика Это политика в сфере Девелопмента Недвижимости И так далее Второе Это ликвидация По максимуму Да Ликвидация грузового движения То о чем вот был вопрос Значит Делается это путем Как в Москве Грузового каркаса То есть жестко Улицы по которым Можешь проехать Если ты грузовик А все по всем остальным Не можешь Второе Это конечно же дроны Да Вот это единственная Пожалуй технологическая инновация Про которую сегодня не звучало Это уже по сути реальность То есть Все технологии уже сделаны Все образцы уже летают Осталась регуляторная работа Которая очень тяжелая Но это там годы Это даже не пятилетки Когда значительная часть грузов Может в городе перемещаться По воздуху Это отдельное правило движения Это масса чего Это целый ящик Пандоры Который открывается Но тем не менее это средство Второе Возвращаясь к поведенческим вещам Это свободный график Корпорация HSBC Крупнейший банк Великобритании В своем офисе Который у них На Кеннери Ворф Ликвидировал треть помещений Они просто перестали их арендовать Как они это сделали Они сказали Что ребят Теперь у каждого из вас Нет персонального рабочего места Вы его должны каждый день Заранее забронировать Приходите И вот на забронированный вами стол Садитесь И более того Минимум один день В неделю рабочую Вы должны работать из дома Ну вообще вы можете работать где хотите Нас это не волнует Но главное чтобы не в офисе Таким образом Количество сотрудников корпорации Которые там Только в Великобритании Где-то тысяч тридцать Они значительно-значительно Сократили транспортный поток То есть я к тому Что на самом деле Когда мы формируем Транспортную политику в городе Необходимо делать Делодвижение в обратном направлении Что может сделать планировка Для того чтобы людям Все-таки было комфортно Сохранялась возможность Комфортно перемещаться На автомобиле То есть мы растягиваем Во времени потоки Мы ликвидируем час и пик За счет того чтобы Гибкий график Свободный график Да это данность Мы убираем по максимуму Все то кроме людей Что перемещается по городу И мы занимаемся Соответственно Соответствующей Девелоперской позицией Для того чтобы политика Для того чтобы у нас Как можно больше функций Концентрировалось в одном и том же месте Ну вот спасибо на этом все Спасибо Ну теперь Кто желает Пусть Вопросы Пожалуйста Вот твой первый У нас ответственность За пользование улицами В основном несут граждане Как я понимаю А те организации Которые используют граждан Они как бы в стороне Вот это неправильно Потому что повлиять Они могут существенно Если ставить целью Пересадить вот тех людей Которые едут на работу И с работы А это в основном Запружены улицы С этими людьми Можно просто посмотреть На проспекте мира Допустим Вечером Утром Едет машина Вне один человек Как правило Да В общем Надо переложить частично Особенно вот В связи с тем Что улицы должны Приносить доход То есть Граждане будут платить За передвижение По улицам Так вот Если частично Или как-то Этот вопрос решить С тем Чтобы организации Которые используют людей Куда они едут на работу И возвращаются Вот чтобы они материально Как-то Ответственность несли За этих пассажиров Собственных автомобилей Тогда может быть Они смогут решить Или рассредоточить Свои производства Или платить Как-то Дополнительно Или вот например В Лос-Анджелесе Существует давно Такой метод Когда там смог То Автомобили с номерами На четные числа Едут по четным На нечетные По нечетным То есть Есть такие возможности Но Основная мысль Которую я хочу сказать Это то Чтобы организации Производства Несли материальную ответственность За тех Кто едут на работу И На самом деле Такой рецепт Он в общем-то Хорошо известен Во многих городах мира Значит Является ли он Хорошим универсальным Нет Он не является Хорошим универсальным Не могу рассказывать Подробнее Ну в общем Хорошо известный рецепт Подробно не надо Да Значит Если Позвольте Вот я Две реплики В адрес Нельзя Ну все Я ему что скажу Тогда Сам Все Все Нет Попозже Нет Нет Пожалуйста Не обязательно Вот Пожалуйста Добрый день Глазков Ну Я очень Не жалею Что пропустил Весь доклад Надеюсь Может все-таки Потом Посмотреть Но я примерно Я презентацию тебе подарю А? Я пошлю тебе По почте презентацию Да Спасибо Вот И Ну я вообще С большим уважением Отношусь К тому что Михаил Яковлевич Делает И Вообще То что Московские власти Делают Это конечно Просто революция Вот И Включаю А? Я думаю Собянина Прибью За это Все благо Которое Он делает Ну да Я с вами Если надо Я могу тоже Прибить То есть Вы готовы Прибить? Абсолютно Готов Прибить А это я Не Да Вот И Я вот не знаю Говорилось ли Про это Доклад Как я понимаю Что еще делается Такая тонкая настройка С помощью Постоянного изменения Светофорных режимов И так далее Но я просто Постоянно Держу И наблюдаю Вот И И в общем Даже Вот Изменение Конфигурации Дорога В некоторых местах Ну просто Решила Проблема Но Вот я На самом деле Я понимаю Что тут нет Хороших решений Но вот Есть Одна тема Которая Это вопрос Это вопрос На который У меня До сих пор Нет ответа Хотя Миша Я тебе Его задавал Вот Я хочу Его еще раз Задать Почему Не делается Перехватывающих Парков Потому что Лично я Являюсь Комьютером Так называемым Я езжу Из-за города Я бы И вообще Отказался От машины И спешил В Москве Я бы Ездил На общественном Транспорте Он действительно Стал Очень удобен Это правда Но я не могу Мне негде Оставить машину Это смехотворная История Как я вижу В районе Там вот На западе На Щукинской Люди Там заезжают Куда угодно Там Строгенометро Там Ну что это Такое Вообще Можно ответить Я бы разгрузил Первый Можно ответить Да Значит Ситуация Такая Московские Планировщики Старшего Поколения Это люди Вот Даже постарше Меня Да Когда Рисовали Генплан Семьдесят Первого Года Там Нарисовали Следующие Вещи Там Были Нарисованы Хорды Это Такой Профессор Якшиных Придумал Да И были Нарисованы Резервы Земельных Участков На Оконечных И предоконечных Станциях Метрополитена Они Везде Были Нарисованы Идея Которая Обсуждалась На устном Уровне Это нельзя было Писать Советских Документов Была Такая Что Если Мы Пойдем По Нашему Советскому Пути У нас Будет Не больше 150 Автомобилей Это Очень Хорошие Земельные Резервы Для того Чтобы Сделать Там Парки Сквер И так Далее А если Мы Пройдем По Вожденному Американскому Пути У нас Там Будут Для Парков Партнер Райт И Профессор Поляков Об этом Писал В 55 Году Автомобилей В Москве Еще Вообще Не Было В 55 Замечательная Книжка Профессора Полякова Ты Узнал Алексей Александрович Поляков Вот Значит Это Все Московские Планировщики Знали И Придумывали Во Времена Вам Хорошо Известные Даже Молодежи Известные Со Свистом Эти Земельные Участки Были Застроены То Этот Резерв Был Скушен В общем Совсем Недавно В общем Совсем Недавно Сегодня Делать Перехватывающие Парковки Физически Негде В принципе Есть Фантастические Всякие Идеи Связанные С роботизированными Гаражами Роботизированная Гаражная Жесткое Преимущество Мне Для Гаража Вот как у нас Свободный Въезд Выезд 40 квадратных Метров На автомобиль А в роботизированной 16-18 То есть Гораздо экономнее Но никто в мире не делал перехватывающих парковок Иначе как плоскостных То есть Вот мы этот резерв Просто физически убили Сейчас Если делать перехватывающую парковку То скажем В вашем направлении Придется делать Где-нибудь Где-нибудь Кольцевая развязка По Новой Риге И то И то Не знаю Там где Нет там землю смогу найти Да Но надо выкупать У кого-то понадобится То есть Мы землю эту продули Вот конкретный ответ Все Значит На самом деле Договорились С делаем перехватывающую парковку Около Кольца На Новой Риге Знаешь где это Вот понятно И как вы хорошо решили Планировать Да Нет 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 Спасибо Катай У меня из двух частей Небольшое выступление Ну Во-первых Вот Жалко Что мы не услышали Такого аспекта Как Заболеваемость И смертность В связи с Загрязнением Атмосферы Ну и Аварийные случаи И так далее То есть Вот Во сколько В смысле Человеческой Жизни Здоровья Во сколько Обходится Автомобилизация И особенно Вот Да Я скажу Что В Москве Концентрация Вредных газов На уровне ПДК Одного ПДК Предельно допустимой Концентрации Для одних Газов Чуть больше ПДК Для других Чуть меньше ПДК Но На обочинах Магистрали 2-3 ПДК И вот Было бы Очень интересно Получить Медицинскую Статистику Я знаю Что ее нет Но было бы Очень интересно Сравнить Заболеваемость И смертность В глубине Квартала И на обочинах Это наверное Было бы Имело бы Серьезное Практическое Значение Выводы Можем Было бы Сделать Ну и Второе Что я хотел сказать Было бы Наверное Очень интересно А может быть Это и есть Я просто Неграмотный Для разных Мероприятий Оценить Вот Изменение Качества Среды Передвижения Удобства Передвижения Комфортности И так далее Какой-то Показатель Вот как Будет менять Цент Показатель На Миллиард Рублей Допустим В разных Мероприятиях Строительство Развязок Ну понятно Вот все Вплоть до Перехода На электромобили Скажем Или газовый Есть такое Показательство Так вот Очень короткий Ответ На оба Вопроса Точнее На первый Вопрос Значит Вот все Экологические Экстерналии Связаны С автомобилизацией Вопрос Прежде всего Социально-политический Потому что Экологическая Общественность В том числе Я там член Коллегии Комитета По экологии Москвы Экологическая Общественность И это не получается Потому что Владельцы Старых Автомобилей Это избиратели Это пенсионеры И так далее Потому что Тот автомобиль На котором Я езжу Он во-первых Когда пробка Это Он просто Останавливается Он ничего Нет Он когда я стою Он двигатель не работает Да А во-вторых У меня выхлоп Класса евро 6 От меня вообще Никакого вреда Но у нас Эксплуатируется Примерно четверть Автомобильного парка Это миллион Это ведра с гайками Они обнаруживают Все эти эффекты Медицинская статистика Подробнейшая Если вы зайдете Есть у нас Служба Экомониторинга При комитете По экологии Эти цифры Публиковались Они действительно плохие Они действительно тяжелые По поводу Эффективности Сравнительной эффективности Тех или иных мероприятий Ну вот Предприятие Руководимое Моим оппонентом Тут много чего Считало Публиковало И так далее То есть Есть Это очень серьезный вопрос На которых Ну современная Как бы Экспертиза Есть ответы Спасибо Можно еще маленькое Дополнение Я видел Точнее Я разговаривал Со специалистами Министерства транспорта Китая Они У них все Публиковано на китайском Поэтому только со слов Они сделали Такое исследование Как раз Как вы говорите Кто чаще всего болеет Те кто живут Около дороги Или те кто живут В глубине квартала Выяснено Что чаще всего болеют Всякими заболеваниями Связанными С этими выхватными газами Люди комьютеры Которые живут в пригороде В самых экологически чистых районах Потому что они больше всего времени Проводят в дороге На самом деле Это очень интересно Потому что Если ты живешь на высоком этаже В Пекине Там в основном высокие этажи Туда мало чего долетает На самом деле А вот люди Которые каждый день Дышат этим На протяжении нескольких часов Дороги Они попадают В самую неблагоприятную группу Спасибо Спасибо всем выступающим Ну, больше всего Меня понравилось Павел старировал Немножко Понизал Да Свежий пляж С этими зонами Ну, как мы Не знаю Когда будем жить Каким-то элемент По-моему Среди Закон 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 Я не знаю В высоких городах Как это может быть Для нас Можете И Сколько Адвитаризации Башни Нужно Одного Огрошения Библи Не кажется Ли вам Что Бухак Когда сказал Что Отвечили Сколько Отвечили Сколько Отвечили Почему Вопрос Решается Верно Вопрос Он все равно Так Воспособность Какие будут жить Комфортно Таких Агломераций В Москве Уколо День В любом случае Да Платить За более комфортно Или Общественный транспорт Хорош Тогда Когда он Очень комфортно Да Удобен И Платный Многие Мир Могут Что Не делать В Москве По-моему Сейчас Случай Правильный Документ Может Мы В столицу Перенесем Другую Это фантастика А может Мы Когда Сделаем Автомобили Более Дорогостоящими Дивим Дорогостоящими Чтобы Зачем Это Преимущества Преимущества Особо У нас Хорошо Когда Можно Работать У нас Согласно Доброе Смотно Смотно Берут Вопросы решатся в частности Москвы более кардинальными. Спасибо. Можно сказать два слова? — По поводу беспилотников. Беспилотники – это сегодня, а не завтра. У меня в институте есть беспилотник, с помощью которого мы обследуем транспортные потоки. Помещаются чемоданчики. Кто-то из моих сотрудников выезжает на дорогу, пускает его, заменяет несколько студенческих групп. Такие же обследования мы делали в 70-х годах. Мальчики стояли секундомерами и так далее. Так что беспилотники – это вчера, а не сегодня. Теперь по поводу времени пребывания. Дважды был затронут вопрос и Павел высказал по поводу времени пребывания в пробках. Здесь принципиальный вопрос, какого поколения автомобилисты. Вот самый вопрос, какого поколения автомобилисты. Вот у меня один сотрудник, молодой социолог, он проводил обследование пару лет назад, глубинное интервью. И вот одно глубинное интервью я себе выписал и положил на стол. Молодая девочка пишет в глубинном интервью. У меня скверная съемная квартира где-то за МКАДом. У меня очень скромное рабочее место, где все меня понукают. Я такая офисная плесень, да? Но на первую же приличную зарплату я взял автокредит и купил у своего корейца. Вот. У меня часы в пробке лучшие в сутках. У меня приятные запахи, у меня аудиокнига, у меня блютуз, я со всеми подружками поговорить могу. Это для вас пробки плохо? Тут есть вопрос. Вот совершенно верно. Потому что у нас абсолютно большинство автомобилистов, автомобилисты первого поколения. Это еще очень важный психологический аспект, это отдельная история. Это отдельная история. Вот. А по поводу переноса в Москву я всегда отвечаю, ребят, скажите, у нас политический этаж, это совсем другой. Вот надо пригласить, Евгений Григорьевич, кого-то из наших политических мыслителей. А это, ну, мы скромные транспортные эксперты, извозчики. Вот что есть, то есть, мы в рамках того, что есть. Это мысль политических мыслителей или как? Политовы. Нет, политолога, это мысль. Да. Политические мыслители думают о том, как завоевать сердца избирателей. Ну, это же популисты, а тут же есть люди, наверное, более глубоко думающие. Не знаю, не моя профессия, не знаю. Есть люди, которые занимаются, они лидеры, они попридумщики, но они их никогда никуда не выбирают, просто потому что они, вот, это нужно быть человеком, который думает на несколько десятилетий вперёд. Понимаете, а это, разве избиратели вот это вот всё волнуют? Нет. Поэтому, вот, тут есть свои проблемы. Нужно, чтобы так, как вы делали решение, как бы искали бы решение проблем, которые действительно возникают, а потом вы бы докладывали, так сказать, этим политическим деятелям, и чтобы они как-то там осторожно что-то просовывали, находили какие-то выходы. Это скромная позиция эксперта? Ну да, совершенно верно. Значит, на эту тему не могу не удержаться, рассказать байку, есть у меня такой знакомый, его зовут Кеннет Ливингстон, он был когда-то мэром Лондона. Вот, он такой левак, пьяница, но он очень был храбрый, и он вёл вот этот платный въезд в центр Лондона. У него было 5 фунтов и маленький-маленький такой пятачок, вот здесь у Сергея на картинке было. Вот, и он с треском проиграл выборы Борису Джонсону, который обещал эту антинародную меру отменить немедленно. И он вместо 5 сделал 8 и расширил зону в 3 раза. Вот, понимаете, это вот, я ровно расцвечиваю мысль, только что озвученную, так сказать, сам Евгением Григорьевичем. К сожалению, это вот так. А теперь Кеннет Ливингстон ездит по всем мировым форумам и рассказывает, как он вводил платный въезд. По-моему, вот все идеи про это уличное движение в Москве начались у, по-моему, это было уже Собянин, начались с того, что он встретился с этим самым мэром Лондона. Ну вот, нет, на самом деле в Москву приезжал мэр Лондона, в Москве приезжал и администратор, нет, самое главное, был мужик, я его притаскивал, администратор платного центра этого. Он, забыл его фамилию, но он такой ученый человек, да, вот он большое впечатление произвел. Большое впечатление произвел Вукан Вукич, тут мой американский приятель, такой пропагандист, и вот у всех этих вещей, да. Вот, ну, роль нашего института тоже была не нулевая. Вот я подумал, что надо было бы так сделать, чтобы не уезжали люди из маленьких городов, наоборот, возвращались и там жили, и пользовались всеми достоинствами природы и так далее и тому подобное. А потом, вот я слушаю ваши разговоры о том, что вы здесь разговариваете со своими друзьями, там, значит, из автомобилей, и самое лучшее время для вас это как раз сидение в автомобиле в пробке и так далее. Я не знаю, как решать эту проблему, но на самом деле территориальная проблема для России очень существенная. И то, что вы сейчас имеете возможность также говорить по интернету и по телефону и так далее, это еще один поворот. Каждый должен искать, конечно, выход себе, но я надеюсь, что через какое-то время те люди, которые живут в Москве или в Питере, я не знаю, в наших других больших городах, они уедут в те места, где они родились или что-то похожее. И мне кажется, это один из выходов. Вообще, в том, что вы рассказываете, такого простого выхода ни в одном случае нет. Но это очень интересно. По поводу пространственной стратегии, поскольку этим тоже занимаемся, то мне кажется, что если это сейчас не под протокол, с государственной документой не должно пойти, но самая главная пространственная стратегия – это смерть пространства. Так говорят географы-постмодернисты. Для того, чтобы человек не чувствовал его. И, например, будущее мобильности, на мой взгляд, в стране, в России – это мобильность на дальнее расстояние, рост поездок на дальнее расстояние в малый город, где ты живешь, где твоя семья или где там твоя, я не знаю, медведь. А при этом минимизация поездок вот этих внутри города. И город становится частью транзита. Но это уж такая совсем bird view. Поэтому для этого нужны совершенно другого рода коммуникации. Скоростные дороги, железные дороги и так далее. Следующим поколением есть что делать, да? Мы за него мало. Есть еще что-то? Нет. Гусева, я хочу обратить ваше внимание, что схема дорог, автомобильных, железнодорожных, авиаперевозок имеют точно такую же картинку, как власть в нашей стране. Поэтому переносов в малые города не предвидится. Сверхцентрализованная власть, сверхцентрализованные финансы. И в принципе концентрация, особенно как на городе Москве видно, происходит именно и людей, и рабочих мест, потому что деньги все здесь. И вот однажды, давно-давно в Московской городской думе я при Михаиле Яковлевиче сказала, что как разгрузить дороги, я предложила автобаны над железными дорогами, потому что уже прорезаны эти 8 радиусов, и осталось только сверху еще сделать дороги. Но Михаил Яковлевич мне сказал, нет, не радиусы, а хорды. Я с ним согласна. Но вы тут упомянули проблему земли для парковок и прочего. Обращаю ваше внимание, что московский городской бюджет, если вы посмотрите, процентные отношения по-прежнему строительные. Строится огромное количество домов, несмотря на то, что очередь социальная, очередников, как была 18 лет при социализме нашем, так она и осталась. Дело в том, что сейчас в основном строится коммерческое жилье. И однажды я побеседовала со страховым агентом. Выяснилось, что большая часть квартир в московских домах покупается работниками нефтяной и газовой промышленности. Причем они в Москве не всегда живут. Есть те, которые работают вахтовым методом. Две недели там, две недели здесь. Есть те, которые просто вкладывают деньги. Но москвичей здесь небольшое количество. Вот если взять, допустим, Химки, недалеко от меня расположенной, когда я вечером еду, мимо громадных, огромного количества новых домов, практически в домах горит только одна треть вечером, поздно. Одна треть окон. То есть там не живут люди. Дома построены и куплены не москвичами. И поэтому земли у нас для парковок не будет, когда есть перекос в строительный бизнес. То есть здесь вообще все завязано и на систему власти в стране, и на систему экономики. Вот еще один пример. Тоже проблема Москвы, потому что действительно на нашем городе все вылезли нюансы. У меня мой Левобережный район, я была тогда муниципальным депутатом, застраивался, у нас он очень много было пятиэтажек. И была комплексная программа перестройки всего района, еще до всяких реноваций. Это, в принципе, было правильно. Мы утверждали целиком комплексные планы двух микрорайонов из двух частей состоит. Все было просчитано. Количество домов, количество предполагаемых жителей, количество предполагаемых машин. Было размечено определенное количество сквозных проездов. Что сейчас происходит? Поскольку мы расположены на Ленинградском шоссе, у нас очень много приезжает из Леннаграда. Подъезжают в метро, оставляют свои машины около метро и, значит, в метро на работу. А вышло следующее. Жители перестали ставить, нет возможности ставить свои машины. И они начали закладываться шлагбаумами, огораживать дома, в смысле, место, землю вокруг дома. Но вышла еще одна обратная вещь. И столько понаделали шлагбаумов. Вот мне однажды надо было задать отчетность в другую половину района. И у меня болела нога. Я мужа попросил подвезти. Он не смог меня подвезти к ГУИСу, потому что вторая половина микроороны была вся закрыта шлагбаумами. То есть у нас столько российских нюансов, которые нельзя сравнить с другими городами других стран. Это надо учитывать. И последнее. У меня дочка, когда купила машину, очень сильно потолстела. Сейчас ее... Сейчас ее... Я насчет комфорта. У комфорта есть своя обратная сторона. Понимаете? И она, в принципе, сейчас комплексует из-за этого. Все, все. Ваш покорный слуга здесь на автомобиле много-много лет, а мой вес не изменился с пятого курса. Так что это характер. Несколько слов по поводу экономики города. По поводу неоднократно звучавшего тезиса. Мы так или иначе на него уповаем. Все, что касается связанных со смертью, или, по крайней мере, таким подмиранием пространства, с децентрализацией. Получается так, что пространство, в общем-то, хородит уже давно. Но оно, зараза такая, оно не играет. Одни факторы привлекательности меняют другие. Но, видимо, человек, как социальное существо, все-таки слишком стремится к общению с живым и с себе подобными. И в этом смысле надежда на то, что вот эти вот сервисы удаленные и прочие возобладают когда-нибудь до такой степени, что, ну, так сказать, мы сможем сидеть в своих домах, работать, общаться и все прочее. И как бы наши потребности в транспорте. Да, она все-таки, ну, это утопик, который вряд ли когда-то состоится. То же самое касается, ну, и вот упования на децентрализацию с точки зрения, там, переноса в центры политической власти, там, экономической. То есть можно проявить политическую волю и, так сказать, насильственно переселить, там, Думу президента, что угодно, куда-нибудь. Вроде как бы даже... Волоко я уже предлагаю. Там пробки будут ужасные. Новая Москва вроде как в свое время отчасти под этим лозунгом тоже создавалась. Но, опять же, потенциал, силы притягательности центров, она все равно как бы настолько мощна, что ее как бы снизить, ее элиминировать крайне сложно. Поэтому вот эти пути решения проблем, да, в этом направлении надо думать, в этом направлении как-то общество развивается, но это точно не магистральный путь. Как бы все равно люди будут кучковаться и стремиться в центр, и стремиться как бы к контактам друг с другом. Вот этот момент. Ну, я самую... Люди будут стремиться в центр, другие захотят куда-нибудь... Абсолютно. Вот это самое главное. Транспорт, он должен обеспечить... Маленькие города должны быть красивыми. Вот я поэтому стараюсь развивать движение по красоту русских городов. Вот мы были там, в городце. Прекрасный городок. Там прекрасно жить. 39 музеев. Ну, 39 музеев это наделали. Там все появилось, да. Но, волка течет, все прекрасно. Там народ оттуда уезжает. Куда? Нижний. Транспорт есть. А? Работа там есть. Нет. Значит, я просто хочу сказать, работа там потенциально есть. Но мы, русские, привыкли в своей стране работать в каком-то крупном учреждении, на заводе и так далее, и тому подобное. Что на самом деле совершенно не нужно. Малый и средний бизнес в Америке, ну, скажем, он там составляет 90% по численности занятых. А у нас 10%. Я самую эмоциональную часть тогда сказал. Сейчас уже более спокойно. Насчет перехвата парковок действительно очень заряженная такая для меня тема. Я уже много лет страшно злюсь. И тем более, что там, где я, мимо чего я еду, там вообще в свое время была, должна была быть станция метро под названием Троицы-Лыково. Она была на схемах в метрополитене, а потом она просто исчезла. Оттуда и действительно территорию заняли всякие автосалоны там и прочее. Вот. Но вот более спокойно, что я хочу сказать, что вообще вот есть такой очень хороший урок, когда я 20 с лишним лет назад пришел в Минфин, у нас там проект был, Всемирного банка по московскому транспорту. Очень хорошо это помню. Вот. Проект начинался чуть ли не с 95-м даже году. Он был еще до того, как я туда пришел. Вот. И проект, между прочим, был как раз про такое fine tuning, вот про регулировку, вот транспортный, анализ транспортных потоков и прочее. Но все свелось к тому, что надо было построить пару путеправок. Московские власти сказали, ну это вы, что-то вот, это вообще непонятно, что давайте нам значит путепровод два и три подземных перехода. Вот. И все. А это вот ваше вы забудьте. И вот прошло уже 15 лет, как в Москве начали наконец что-то подобное уже за свои деньги делать. Я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что, ну это хороший пример, когда с большим опозданием какие-то вещи делаются, которые совершенно очевидны. это, и просто мне кажется, стоит все-таки думать о работе с опережением. Вот уже делаю что-то сегодня, понять, понимать, что это закладывается то, что через 20 лет будет. Гриш, к сожалению, нет ничего очевидного. Я помню этот проект, я разговаривал с этими людьми. Я вышел тогда к ним на доске, вот как сейчас. Давай. Ладно. Количество свободных перемен в задаче оптимального управления на сети равняется топологическому рангу сети. Если у меня топологический ранг сети равняется нулю, а где-нибудь в окрестностях Влагоградского проспекта и Люблинской улицы он равен нулю, то есть я не могу ни одного звена убрать, чтобы у меня граф не рассыпался, да, то у меня оптимального управления не бывает. Это просто обман трудящихся, я делаю ситуационный центр, показываю, что у меня какая-то координация. Да нет, там нифига координации. При уровне связанности сети, технических всех, кроме Питера, центр Питера, это нормальная планировка, да, там все вот эти фенечки, связанные с оптимальным управлением светофорной сигнализацией, можно только для начальства на ситуационных залах показывать. А вы это сейчас не делаете в Москве? В Москве, понимаешь, ситуация такая, в Москве сейчас в этом направлении много чего делается, но вот если говорить по поводу оптимизации светофорного регулирования, это процентов 90, это просто некоторый эффект, чтобы начальству показывать, потому что чисто математические задачи это не имеет решения, но показать, поскольку можно купить большие экраны, много датчиков, показать, как у нас хорошо это координируется. Ну, понимаешь, я же исходно математик, я знаю, как это считается, но фигня это полная, к сожалению. Считаю, что в Москве оптимизация потока, то есть вы не делаете, вы серьезно занимаетесь. В Москве локально, локально я могу решать задачу, в Москве есть некоторые пятачки, где топологический ранг приличный, я-то могу решать эту задачу. В Маломойске глобально в Москве просто не получится. 90 на 300, да? Ну, или вот, когда у меня между перекрестками на Ленинском проспекте там бывает километр и больше, да? А у меня какая координация, у меня пачка рассыпается. То есть на самом деле, понятно. Вот планировочные параметры и регулирование, это вещи очень связанные. Там топология сети. Это же математика. Конечно, конечно. Понятно. Но на самом деле, то, что вот когда приезжали, особенно в 90-е годы, приезжали ребята, они, я вот в своей книжке, в Прингере, мы даже написали об этом, что никто из них не знал, что это самое, как это, герой Мольера, он не знал, что он всю жизнь говорил прозой. Для меня вот этот американский планировщик искренне не понял, что вот у них сеть двухконтурная, а у нас одноконтурная. А как? А как? Мы едем по Садовому кольцу, он говорит, вот это хайвей или это улица. Много-много полос, Зубовская площадь, 18 полос, да? Ну, сейчас меньше. Вот. Это хайвей. Да нет, вроде троллейбуса, тротуары, значит, улица. Фри-вей. Пресс-вей. Хайвей – это чисто журналистское слово, конечно, да? Это фри-вей или это стрит, да? Вот. Потом думает, думает, говорит, у вас не мальчики, не девочки, одни бисексуалы. Ну, понятно, да? Вот. Вот на самом деле, но только вдумчивый иностранный эксперт начинает понимать, что то, чему он учился, это не совсем вот то, что происходит. С этим выэкономить еще больше не становится. Но при советской власти поломала автомобиль. Он нормально. Не нужно было. Не, это понятно. Значит, вот еще что хочу сказать. И тут про смерть пространства, про маленькие города. Действительно, что с этим делать? Но на самом деле, есть такие, ну, глубокие, очень далеко идущие вещи, как это все будет с пространством. А есть очень простые. Это просто качество дорог дальше 50 километров от Москвы, которые просто чудовища. Поэтому, но здесь могут быть парадоксы, подобные тем, которые действительно связаны с тем, как в городе что-то улучшаешь, а проблема пребывает. И поэтому это вообще интересный вопрос. К чему приведет? Вот прослушал лекцию, я тебе показывал качество дорог в мировых сравнениях. И по географии, и по макроэкономике. Я тебе пришлю два этих слайда. Ну хорошо, потому что тут, возможно, совершенно парадоксальные эффекты от улучшения качества дорог в провинции и вокруг Москвы. И у меня два вопроса. Вот про транспорт в области. Потому что один путь действительно это перехватывающие парковки для компьютеров. Ну и похоже, это плохо работающая история. Потому что они все-таки должны быть у станции метро, а земли нет. Вот это первое. Второе, все-таки шоссе забито. А радиальные структуры, в Москве очень хорошо сейчас делают с кольцевой структуры, а радиальные, выходящие в область, я вот не слышал ничего, а легкое метро там или что-то подобное. Это вообще планируется или нет? Ну вот самая фундаментальная вещь, это впервые, ну, с 70-х годов РЖД, тогда еще МПС СССР, и Мосгорисполкома, но теперь мэрии, удалось договориться о превращении радиуса в диаметры. Это обсуждали планировщики старшего поколения, опять же, перед генпланом 71-го года. И не удалось договориться просто двум начальствам, вот обком областной, МГК, да, и РЖД еще с министерством. А почему тут диаметр? Я неправильно спрашиваю. Извини, у меня диаметры проходят в Москву на сайте. А это я неправильно спрашиваю. Нет, нет, я про неправильно. Я спрашиваю про компьютеру, что надо. Ему надо где-то, он из своего коттеджа выехал, ему надо где-то оставить машину и потом приехать в Москву. Совершенно не обязательно заезжать внутрь электричества. Нет, нет, ответ, ответ. Он уже оставил машину, он сел на электричку. Вопрос, как довезти на электричку. Нет, нет, нет. Электрички, это не серьезно. Нет, нет, подожди, одну секунду, одну секунду. Во-первых, электрички, это серьезно, потому что то, что сейчас будут покупаться для центральной пригородной компании, это будет уже нормально, это уже не унизительные штуки, это уже нормальные вагоны. Тогда там нужно парковки. Да, а вот теперь насчет парковок. Сейчас на самом деле вот все вот эти крупные железнодорожные перевозчики, прежде всего, центральная пригородная компания, они выходят в такой мультимодальный бизнес, они приобретают автобусные эти компании и так далее, чтобы своих пассажиров притащить. Это рецепт не от хорошей жизни, но этот рецепт, он такой известный, так далее. Вот японцы придумали. Да, вот этот рецепт сейчас в России активно стараются применять, потому что они хотят привлечь дополнительных пассажиров, не создавая приключения этим пассажирам, да? Вот эти вещи работают. Теперь дальше. Если удастся, вот сейчас протокол Собянин-Воробьё удастся подписать, то перехватывающие парковки хотя бы на рубеже, так сказать, вот дальше МКАДа. Об этом можно сейчас уже договариваться. Как договоряться, не знаю, потому что территория внутри МКАДа, извини, уже просвистана. А там дальше, ну не знаю, мы на эту тему... Вот, слушай, вот он, СССР, он отвечает, вот ты вот... Хорошо, не ты меня познакомил, но я буду вообще... И последний маленький вопрос, это про суточную дифференциацию парковочного тарифа в Москве. Вообще, Москва единственный известный мне город в мире, где её нет. Вот, я понимаю, что это, наверное, так специально, всё мудро задумано, но можешь поделиться планами, что это всё значит и какие перспективы? На самом деле, в Москве, как организованы парковочные платежи, дифференцированные по часам, суток, и всякие другие извращённые тарифы, которые растут в прогрессии на втором-третьем часу или наоборот падают, в Москве это можно вести очень просто, потому что у нас все платежи через мобильные приложения. Значит, уже в какие-то места, где дифференцированы по часам, суток, в Москве это уже есть. Значит, планы... Ещё раз сказать самое. Вот в Москве дифференцированные тарифы, безусловно, будут. Когда будут? Каждый раз, когда что угодно по поводу тарифов, подготовил департамент транспорта, департамент, ну, политический департамент, в мире отвечает, что, ребята, у нас выборы в марте, а у нас выборы в сентябре и так далее. С парковками очень всегда болезненно, очень болезненно. Хотя технически известно, что делать. Да, они должны быть достаточно жёстко дифференцированы. И ещё, я даже написал им, как, и так далее. Так, ещё есть желающие выступить, задать вопрос? Ирина Витальевич, вот пока работодатель не будет отвечать за перемещение своих служащих и рабочих, да, в этих формах будет решаться проблемой пробок. Да нет, но это всё... Они, если законодательно прошли, вот, допустим, будет час до работы и час после работы считаться рабочим временем, да, и возложить эту ответственность на предприятия, на их руководство, то они найдут много способов удешеветь и раздрузить пробок. Какой данный из первых? Например, в Нью-Йорке жёлтые, одни жёлтые автомобили. Такси, да? Можно вполне использовать такси, если организация будет заинтересованной. Ну, я, в общем, на самом деле, отношусь к тем проблемам, о которых я сегодня узнал впервые в жизни. Потому что я езжу на автомобиле, ну, на автомобиле школы, поэтому, так сказать, у меня таких тяжёлых проблем не возникло. Ну, я понял, что это ещё одна колоссальная проблема, жизненная, и я вот сейчас сравниваю её с другими проблемами, экономическими, политическими, правовыми, которые у нас возникают в стране, это, наверное, такого же классного. Ну, у меня сегодня мелькнула замечательная идея. Я всё время мучаюсь тем, как сохранять наши небольшие города. Но вот у меня сегодня появился серьёзный аргумент. В чём уговаривать людей? Ребята, давайте оставайтесь в своих городах. А ты мне сразу скажешь, вы мне скажете, а там работы нет. Так вот, я вам ещё раз говорю, что мы привыкли, мы привучены к таким городам и к такому движению, как это было при советской власти. При советской власти машин не было. И на общественном транспорте и так далее всё было по-другому. Но я не это имею в виду. Я имею в виду то обстоятельство, что сегодня в мире всё больше распространяется малый бизнес. И вы, как бы, нужно что-то сделать для другого предприятия. Есть ауксортики. Вы, так сказать, подряжаетесь и так далее. Это как раз для маленьких городов. Они могут работать. Пожалуйста. Значит, это, я так думаю, что это счастливые проблемы, вот все автомобильные. В каком смысле счастливые? В том, что можно всё время искать решение проблем, можно проявлять творческие инициативы и так далее. Если вы найдёте решение для тех проблем, которые сегодня нас мучают, то у вас завтра будут какие-то другие, которые мы ещё сегодня не знаем. Обязательно будут. Ну так это же, понимаете, в этом счастье человеческое жизнь. Чтобы они знали, что будет завтра. Да. Нет. Ну просто потом найти первому проблему и ещё решить это уже, так сказать, другое. Плюс удалённые рабочие места. Да, вот прочее вы не понимаете. Ну, понимаете, цифровая экономика. Значит, вы сейчас имеете возможность многое делать, сидя дома или, так сказать, не уезжая на далёкие расстояния. Другое дело, когда вы хотите поехать в Москву, там, посвящаться с выдающимися людьми, концерты какие-то, МХАТ, я не знаю, Большой театр. Это тоже проблема. Но это уже каждый решает для себя, что мы будем за всем всё решать. Это всё очень интересно. Поэтому... В субботу. Это тренд, это и дальше. Ну мне, да, но у меня как раз, получается так, я живу за городом, поэтому у меня как раз тогда, когда в субботу все собираются в Москву, я уезжаю из Москвы. Ничего. Ростельмаш возит сварщиков из США автобусом, понимаете? В Ростове нет сварщиков. Вот так сложилось теперь экономически. Так вот они нашли способ. Они ответственные за это. Значит, они автобусом большого США возят из США. Вот так. Дай Бог вам всего наилучшего. Ищите проблемы и решайте. Спасибо. Спасибо. Кстати, вам, наверное, никакая публикация не нужна.